Доброе утро, друзья! В ближайшие несколько минут расскажу вам о главных событиях, произошедших в регионах. Вы тем временем подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, ведь с их помощью наши выпуски будут предлагаться гораздо чаще. На Гобельском радиозаводе могут дорабатывать иранские беспилотники-камикадзе. На предприятии их перекрашивают, вставят инвентарные номера и потом перебрасывают обратно в Россию для атаки по украинским городам. Такое подозрение высказал глава Белого легиона Сергей Бульба, правда, учитывая закрытость предприятия, подтвердить эту информацию практически невозможно. Напомним, перед самым Новым годом стало известно, что предприятие оборонно-промышленного комплекса присоединили к Гомсельмашу. Радиозавод уже давно стал убыточным и единственная причина, по которой его еще не объявили банкротом – военное назначение. К примеру, в 2021 году объем выручки составил всего 5 миллионов рублей, а среднесписочная численность работников предприятия – всего 164 человека. По итогам 2020 года средняя заработная плата на Гомельском радиозаводе оказалась одной из наиболее низких в городе – всего 551 рубль. Но в этом году вдруг предприятие воспряло. Начались разговоры о новых заказах и дополнительной загрузке цехов. Несмотря на постоянные рассказы пропаганды о замерзших и голодных европейцах, которые толпами едут спасаться в Беларусь, статистика погранкомитета говорит обратное. С начала Нового года через пункты пропуска, например, в Полоцке в Беларусь без виз, въехало почти 2000 иностранцев. Если сравнивать с январем довоенного 2022, то это в полтора раза меньше. По информации, опубликованной руководством Полоцкого пограничного отряда, это были 704 гражданина Латвии, 195 лиц, не имеющих латвийского гражданства и 1072 гражданина Литвы. Напомним, жители приграничных с Беларусью регионов пока еще имеют такую возможность. В декабре прошлого года нелегитимный объявил о продлении безвизового режима, который действует с Литвой, Латвией и Польшей. Объяснив, это забота европейских гражданах, которые из-за отказа от российского газа не могут себе позволить купить нормальные продукты и одежду. Многим латышам и литовцам безвизовый режим действительно немного облегчил въезд в Беларусь. Но и до этого жители приграничных регионов имели долгосрочные белорусские визы, которые можно было получить по упрощенной программе даже на границе. На Витебском отделении БелЖД ищут сексотов для поимки каких-то провокаторов. Такое воззвание к железнодорожникам и просто к неравнодушным бдительным гражданам появилось на информационных ресурсах отделения сразу после новогодних праздников. Причем в объявлении написано, что человек в сигнальном жилете совершенно не обязательно является сотрудником железной дороги. А это значит, что заявлять нужно на все, кто ходит вдоль путей. При этом в качестве иллюстрации к объявлению взяли фото людей, которые по форме одежды больше похожи на представителей Кубопик, чем на рельсовых партизан. К слову, за такую помощь силовикам даже обещают вознаграждение. Правда, в объявлении не написано, что это будет колбасный набор или красивая бумажная грамота. Тем временем стало известно, что к 13 годам лишения свободы приговорили рельсового партизана из Минского района. Ночью с 24 на 25 марта 2022 года на перегоне Новосады Борисов он якобы поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки. Мужчину обвинили в акте терроризма, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов и ряде других преступлений. Обвиняемый будет отбывать наказание в колонии особого режима. Суд в Березе неожиданно отменил приговор Минчанину Роману Коржуку за оскорбление шести сотрудников МВД посредством комментариев телеграм-чатах. В соответствии с действовавшей тогда редакцией Уголовного кодекса, максимальное наказание по статье за оскорбление представителя власти было до двух лет лишения свободы. А значит, преступление жителя столицы относилось к непредставляющим большой общественной опасности. В таком случае срок его давности два года с момента совершения деяния. То есть приговор Роману Коржуку должен был вступить в силу в течение двух лет с даты написания последнего комментария. А это не позже, 7 декабря. Но первый суд по его делу закончился 6 декабря, а вступил в силу только через 10 дней. Как теперь выяснилось, суд на дополнительном заседании исправился. Судья Наталья Вакульчик, которая ранее приговорила парня к году ограничения свободы и обязала его выплатить по тысяче рублей каждому из шести потерпевших, на этот раз постановила освободить Романа Коржуку от наказания по причине выхода срока давности. И это все на сегодня. Напоминаю, что мы есть в App Store и Google Play, где читать новости можно безопасно, даже без необходимости устанавливать VPN. Не забывайте также поставить лайк этому видео, обязательно пишите комментарии. Любая ваша активность помогает продвинуть этот ролик в топ Ютуба. Мы также будем благодарны вам за репосты. Хорошего всем дня, живи Беларусь!